Эй, привет, Страж! Смотри, что у меня для тебя есть. Паноптикум. Да, мы снова здесь. И больше скажу, вернемся сюда еще на следующей неделе. С недельным ресетом 25 июня станет доступен Героик Мод этого испытания. Подробности об отличиях Героика и Нормала кратко вот в этом видео. А пока давай разберемся, за какими пушками стоит сюда ходить, а вернее, с какими перками ловить новое оружие. И да, мы поговорим не только о револьвере и снайперской винтовке. Интересного тут может оказаться куда больше. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и я рад, что ты снова на канале Трипл Вайп. Немного базовых знаний сначала. Для того, чтобы получать оружие, о котором пойдет речь, нужно активировать правильную комбинацию рун на Чаше Изобилия. Каждому я буду показывать, какую именно. Пушки могут быть с Абсолют модификацией, которую также можно выбрать, но особо подробно на них останавливаться не будем. Кому интересно увидеть все комбинации, включая Абсолюты, могут посмотреть их список в таблице. Мы же будем разбирать перки. Ссылку на таблицу я оставлю в описании. Ну и если кто-то все еще в фолиновском шагоходе сидит, то на данный момент максимально быстро и комфортно можно ролить пушки, поскольку существует баг с сундуком. Об этом я уже говорил подробно вот в этом видео, так что лучше сначала посмотреть его. Вообще, даже если у тебя за первую минуту этого видео столько вопросов накопилось, посмотри предыдущее видео, здесь много полезного на канале. Теперь к делу. Начнем, например, с дробовика. Указ Императора. Шотти в кинетический слот. Главный плюс в том, что у него агрессивная рама и есть возможность получить его с перком траншейный выстрел. Из минусов, он довольно медленный, темп стрельбы 55 выстрелов в минуту и задержка между выстрелами составит секунду с небольшим. Да и запас магазина тоже маловат, всего 4 выстрела. Однако, какие перки стоит ловить на дробовик, если вам нужен новый ствол в ПВЕ? Лучшим роллом, по моему мнению, будет нарезной ствол. Он увеличит дальность, не жертвуя при этом уроном. Штурмовой магазин. Он увеличит скорострельность, с которой у этого шотти беда. Помните? Далее перк Система Автоспуска, который хоть минимально, но опять же нивелирует недостаток скорострельности. Ну а последним перком, конечно же, траншейный ствол. Это главный перк для любого ПВЕ ориентированного дробовика. После нанесения урона в ближнем бою, урон с дробовика будет увеличен. Его точно стоит искать. Стоит обратить внимание, что дробовик следует рассматривать именно как ПВЕ приоритетное. Для ПВП он недостаточно удобен и быстр. К тому же у нас есть блюз пыльных камней, который также в первый слот и который также можно, кстати, выловить в паноптикуме. Он будет идеальным решением для ПВП. Указ Императора – неплохая альтернатива и телу из второго слота. Особенно если у вас нет хорошего уровня угроз с рейда Истребителей прошлого. Далее Эпикуреец. Надеюсь, правильно прочитал. Плазменная винтовка. У этой пустотной малышки очень хороший параметр дальности стрельбы, удачно контролируемая отдача и отличный АИМ-ассист. Время заряда не особо выдающееся, но его можно подтянуть перками. Какие перки, собственно, я бы рекомендовал? Полный калибр, который улучшит дальность, важнейший параметр для любой пушки. Проекционный залп, тип магазина, направленный на улучшение того же параметра, дальность, либо умножитель частиц, если вам важнее прокачать стабильность. Ну или жидкостные катушки, если хотите добавить к урону. Первый перк с особенностью под давлением. Он улучшит стабильность и точность, когда в магазине мало патронов. А если мы говорим, например, о ПВП, во фьюженке всегда будет мало патронов, а значит перк всегда активен. Ну и последний перк, запасной план. Это обязательный перк для любой фьюженки. Благодаря ему, после переключения на эту винтовку, она заряжается куда быстрее обычного и дает буст к вашей скорости перемещения. Дико полезная особенность. Очень недооцененная винтовка. А ведь ее статы впечатляют. Высокая дальность, обалденный контроль от дачи, хорошая кученность и стабильность. Рекомендую всем фанатам этого вида оружия, особенно если вам не падает хороший ролл Аурвандила или она кажется медленной. Можно юзать хоть в ПВП, хоть в ПВЕ. Снайперская винтовка. Любимый. Моя любимая винтовка в этом сезоне. Безумно нравится с ней играть в гарниле благодаря прицелу SLH-10, к которому я привык еще с первой части. Низкий зум фактор, хороший аим ассист, крутой параметр удобства оружия. Все это ключевые плюсы винтовки, за которые она сразу полюбилась не только мне, но и многим стражам. Ищите эту снайпу со следующими перками. Гофрированный ствол, который улучшит удобство оружия и стабильность. Неплохо было бы словить перк высокоточные припасы, чтобы улучшить дальность стрельбы, поскольку она на большой дистанции немного проседает. Ну и в последний и предпоследний слот снапшот и квикдро. В русской версии быстрый прицел и быстрое извлечение, но называть их так себя не уважать. Нет сори, это ключевая связка на этой винтовке. Одновременно два этих перка нельзя получить на другой снайпе, чтобы при этом она еще и обладала схожими характеристиками и прицелом нормальным. Это буквально ролл мечты. Счастливчики те, кому ролл уже достался. Я открыл уже десятки сундуков с комбинацией на эту винтовку, но с роллом все никак не везет. В качестве альтернативы могу порекомендовать связку перка квикдро и перка вторая попытка. С ней я вот сейчас бегаю. В перке концентрация, о котором многие говорят, я ничего не нашел, по крайней мере играя на консоли. Ну и еще я бы рекомендовал искать снайпу с абсолютом на скорость обращения с оружием, тогда она будет еще более послушной в руках. Тяжелое вооружение пошло. Пулемет, фиксированная ставка. Главный плюс – шикарная дальность стрельбы и неплохо контролируемая отдача из-за низкого темпа стрельбы. Этот пулемет, как и рейдовые, делает 360 выстрелов в минуту. Мне лично он зашел, но только в гамбите и может быть в быстрых матчах горнила. Но использовать его в ПВЕ для урона по боссам я бы точно не советовал. По урону он уступит и Акуле Молоту, и Делириуму, и уж тем более Владыке Грома. Какие перки на нем ловить, если все же придется он тебе по вкусу? Стреловидный тормоз в ячейке стволов, чтобы справиться с отдачей, рикошетные патроны во второй слот, питающая ярость для буста скорости перезарядки после киллов, и полоса удач в последний слот. Лишний прирост к урону тут совсем не лишний. Револьвер Сокольничий, пушка, за которой в Паноптикум уходит подавляющее большинство игроков. Хороший урон, точность и емкость магазина продают этот револьвер и игрокам, угорающим по ПВП, и игрокам, кто больше любит ПВЕ испытания. Высокая стабильность, что тоже плюс, но профит от этого все же еще целиком раскрывается только на ПК. Опять же, на консолях такие револьверы 140 рпм в мете все еще укрепиться не способны, хоть и характеристики отдачи очень впечатляют, 95 единиц из 100. Итак, ловить следующие перки. Ствол полный калибр или удлиненный ствол, они добавляют эффективного расстояния. Высокоточные боеприпасы, да, этот вид патронов самый часто встречающийся в сегодняшнем списке, что поделать, параметр дальности стрельбы важен на любом оружии. Теперь о двух особенных перках. Тут зависит подборка от того, для чего тебе нужен этот сокол. Если ты ПВЕ спортсмен, то твой выбор очевиден. Изгой и полоса удач. Связка знакомая и рабочая, и тут ты спросишь, ну ведь есть полночный переворот, и... На самом деле, опуская полемику, будешь прав. Переворот скорострельнее и с большей емкостью магазина. Однако, есть не у всех, а у кого есть, мог успеть задолбать с первого года. Вот лишь в таких случаях и стоит рассматривать сокольничий, как замену в первый слот. Если же вам нужно выбить достойный рот для ПВП, то последними двумя перками в вашем револьвере должны стать Изгой, который ускорит перезарядку после прицельных убийств, и дальномер или полоса удач в последний слот. С дальномером у вас будет приятный бонус к эффективному расстоянию, а полоса удач при накоплении хотя бы одного стака будет убивать противника за два выстрела в голову и один в тело. Револьвер полюбился многим своим архетипом, возможностью проще искать нужные перки, чем на лишнем пайке каком-нибудь. Ну и как-никак, это же риски Найзлуны или Хокмуна в новом обличии, как такое не полюбить? Остались у нас пистолет и пистолет-пулемет. Объективно, обе пушки довольно слабые, работают только в связке со своей экзотической парой, мидом, мультиинструментом и штурмом. Поэтому давайте не будем уж очень подробно на них останавливаться, но кратко все же нужные перки назовем. На пистолет-пулемет мини-инструмент Калус рекомендуется ствол многокамерный компенсатор, патроны рикошетные, первый перк компенсатор раскачки, а вторым перкам я бы посоветовал питающую ярость. На пистолет-натиск ищите зауженный ствол, рикошетные патроны, быстрое извлечение в первый перк и полоса удач во второй. Как-то так. Конечно, вам нужно запастись рунами, терпением и везением, конечно же. Хороший набор перков это как золото цедить. Усидчивости нужно вагон и свободного времени. Зато потом играть станет приятнее, да и похвастать в чате, каждый любит из вас, а? Вот и разобрали все новые пушки с Паноптикума. Однако напомню, что там же можно ролить старые легендарки, типа блюза пыльных камней или сумеречной клятвы. Подробнее об этом опять же в таблице под видео. Не забудь подписаться на канал Страж, поставить лайк Страж и до связи Страж. Удачного лута!